Генеральный спонсор канала – страйкбольный магазин Airsoft Rose. Всем доброго времени суток, меня зовут Андрей Поэт и это третья заключительная серия 15 сезона Сталкер Страйка на моем канале. Еще к ТТС выйдет серия за кадром, где я поделюсь с вами своим мнением об этой игре, а также покажу несколько эпичных моментов, которые по тем или иным причинам не вошли в сюжетный монтаж. Концовка сезона остается открытой, потому что мы с организаторами планируем продолжить историю наших персонажей, на игре в сентябре и следующий сезон будет прямым продолжением этого, но подробнее об этом в серии за кадром. А прежде чем начать, я хочу порекомендовать вам классный магазин коллекционных фигурок Gsolders.ru. Я уже делал несколько обзоров на модельки спецназа Витязь, Альфа, а также мы собирали модель Сталкера-новичка из различных запчастей. Это не просто игрушки, а невероятно детализированные и копийные коллекционные изделия в масштабе 1 к 6. И если вам не хватает подобного контента, у магазина Gsolders.ru есть свой ютуб-канал, где они регулярно выпускают новые видео, а также проводят розыгрыши с максимально простыми правилами подписка, лайк, комментарий. Ну, а если вы не привыкли надеяться на удачу, на сайте магазина Gsolders.ru по промокоду PAET действует скидка 2000 рублей на фигурки бойцов спецназа СОБР РЫСЬ до 1 сентября этого года. Все ссылки есть в описании к этому видео, а мы начинаем. В предыдущей серии Чип и Дейл с помощью нанятых сталкеров вытащили в поле некоего аспиранта, которому загнали артефакты и с которым договорились по поводу работы, а также нейтралитета с военными. Аспиранта, кстати, сопровождал лекарем, и для начала нашим персонажам предстояло добраться до научного блока. Все? Пойдем. Идем? Поговорите с капитаном. Окей. У нас была сделка с учеными. Договор был, подходит деньги плюс нейтралитет с военными. У нас есть перед вами мелкий кусочек. Была не как-то в начале дня небольшая стычка, но после этого она стреляет не очень хорошо. Покинула эти мирный контакт. Ну и помогать ученым, разумеется, дальше. Ну, стычки как таковой не было, там просто снорки были в подземелье. Снорки и танка был. Мы гранатами глушили, да, и вот он вышел, а нам пробежать пришлось как бы там, поэтому мы в подземелье тут пошумели немножко. Ага. Бойцы, бог, у меня не пострадали. Не, никто не пострадал. Он страдал другой этот разговор. Вообще странно, что военные не заметили потери бойца, на которого налетел и которого с перепугу завалил Дейл в подземелье. Или, может быть, посчитали, что бегущие сталкеры и их пропавший боец два не связанных между собой события. В любом случае, оно нашим героям только на руку. Говорит сварной, найдите психа на первом этаже. И давайте его ко мне на второй этаж, срочно. Да, для него есть задание. Так, господа. Ваши позывные? Чип и Дейл. Я Чип, он Дейл. Ну как, оригинально. Ага. Парнай, два бандита хотят с тобой поговорить. Переговоров скажи, не будет. Сурово. Сурово. Это те самые бандиты, которые так говорят. А те самые? Командир военных нашим персонажам понравился. Сварной производил впечатление сурового, но справедливого командира, без гнильцы. Он выписал всем троим пропуск на базу, да еще и работы обеспечил. Информация с упавшего вертолета. Поскольку группа вертолета была атакована, все они разбросаны по зоне. Так вот, мы у нас по очевидцам, мы их допросили. Здесь находится папка зеленая. Ага. Зеленая папка. Где-то в этом квадрате, да? Ориентир. Там небольшое здание, похожее на остановку советских времен. Ага. Где-то в округе или в этой же самой остановке находится эта папка. Ее как можно скорее нужно найти и достать. После общения с командиром военных, Чип и Дейл заглянули в соседний кабинет к ученым. Нам нужна эта лаборатория, потому что мы доброводим исследование. Ага. Там остался артефакт. Ага. Вот, чем мы работаем. Ну, так это же монолит ищет. Все это знают уже. Профессору и аспиранту было очень важно попасть в лабораторию, что располагалось под ними, в подземельях Агропрома. Как понял Чип из рассказа ученых, там проводились различные опыты, в том числе над мутантами в попытке создать послушного суперсолдата. Мутант вышел из-под контроля, разнес лабораторию и персонал в спешке эвакуировался. В лаборатории же остался единственный в своем роде, а потому бесценный артефакт Панацея. Его-то и требовалось достать. Чтобы попасть в лабораторию, нужна камера. Ага. И специальный усиленный фильтр. Вот, можете посмотреть. Ага. У них, кстати, у нас есть. Вот эта штука не красная, случайно? Красного цвета. Вот, блин. Я знаю, где он есть. Я тоже знаю. Это очень хорошо. Вот так он выглядит, да, я так понимаю? Мы знаем, где еще один пришел. Если это не он, да. Мы не знали, что его надо брать. Он красный, я подумал, что его не надо брать. Вам нужен еще один хотя бы такой. Если вкратце, в момент эвакуации в коридоры был пущен специальный газ, способный остановить мутанта. Однако и для людей он смертелен. А стандартные фильтры от этой смеси не защищают. Спецфильтры были у персонала лаборатории. Но выбраться на поверхность удалось далеко не всем. Чипу, если вы помните, повезло наткнуться на труп с таким фильтром ранее. Но чип счел его бесполезным и не стал брать. Теперь же ребятам остается надеяться лишь на то, что чип был единственным, кто наткнулся на труп ученого в подземельях агропрома. И что фильтр до сих пор лежит там. Вывездены на мясе монстров и радиации. Но от отравления-то никто не умирал. Это самое главное. Вот они могут жить только находясь в кокосе. Так называемом. Берите. Ну, бон аппетит. Даже после того, как вы его проживете, он будет жить и ползать у вас по организму. Поглощая... Вот это ты поздно сказал. Поглощая радиацию и прочие... Да, вот это хорошо. Ну, вы будете полностью здоровы и от одного попадания не умрете. Опа. В качестве аванса аспирант поделился одной успешной разработкой из той лаборатории, которую ему удалось вынести. Черви, по сути, давали вторую жизнь, единоразово повышая регенерацию организма, что позволяло игнорировать одно пулевое ранение. А далее червь погибал. План был такой. Сварной дал своего человека для задания по поиску папки с секретными документами. Идти было решено через подземелье, чтобы по пути забрать тот самый спецфильтр. Сейчас наши персонажи спустились там, где в прошлый раз произошла стычка с военными после побега из лаборатории под бандитским логовом. И именно с той стороны, откуда бежали тогда Чип Дейл и лекарь, сейчас засели бандиты. Тихо, 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 стой, 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 стой. Зачем кровь-то проливать? Ваянка на место. На место едет. Открываем, открываем, открываем. Закрой дверь. Есть. Отлично. Да, он. Нашел. Так, погоди, погоди. Тебе кину. Держи. Пускай он пройдет первый. До нужного квадрата и обратно добрались без приключений. Иду. Атефакт. Я понял, что я. Это без счета. Как раз. Короче, ничего ценного до обычного смертного. Документация. Дело, по-моему, у кого-то мутанта. И что мы ничего не скрывали, ничего не знаем. А что за крутого около главного? Вот здесь толпа. Толпа сталкеров, которые хотят повидаться с ученым. А поскольку идет нейро дверех, все блокпосты закрыты. Деньгами? Блин, хоть бы один сталкер клюнув эту патрону. Ага. Все остальное есть. Да, уже. Все хорошо. Сейчас выйдете, тогда вынесу вам наем. Ну, вы видите, что обстановка у нас неспокойная? Да, вообще жопа. Сначала монстры. Мы здесь прятались как могли, боялись. Они знали, что будет. Закрыли двери все. Потом бандиты. А наем, теперь наемники так слышите? Так что нужно переждать более вот этих условий и пойдем. Часиков 8. Сколько сейчас? 7. Через часик. Как раз все уяжется. С запасом? Вы хотите передохнуть? Ну да, да, да. Нет проблем. Все, так и будет даже лучше. 8-9, короче. Будет готово, все. Вы тогда к нам приходите? Мы точно придем. 8-9, вот в этот промежуток. Все. Все отлично. Подержи. Сейчас где награды? Я понял. Доктор сводился? Спасибо за нефть. Помочь. Благодарю. Фильтра сдали ученым. Оплату от сварного получили. И сейчас, перед тем, как лезть в заброшенную, загаженную лабораторию с мутантом за артефактом Панацея, было самое время отдохнуть на Скадовске, куда наша троица и направилась. Тело лежит какое-то. Нет, отдохлое, что-то валяется. Эка его раскорячила, да? Да, хренит. Я, Артур, замалил его разрядил. Так, ты не похож на бороду. А, вот борода. А ты за него принимаешь? Ну, люди разные бывают, контингент разный. Борода, Хабар. Хабар. О, опять Хабар. Вот, конечно, молодцы. Да. Только сам доставай, я эту гадость трогать не хочу. Давай, давай, я возьму. Так, это полчинка. Вы, полчинчик, давай хотя бы соточку-то. Мы тебе уже не первый раз приносим. Так, хе-хе-хе. Вас не первый раз приносишь, значит, знаешь цены. Итак, пустышка. Сколько у вас? А, это пустышка. Блин, я обычно такую мелочь даже не собираю, только как-то попало в ПКС. На логину похожа чем-то, да? Ну, да. Попалось и попалось. Ну, давай, полчинник. Меньше таскать. Все равно пришел? Да. Все хорошо. А теперь пойдем на аттракцион. Денег наши персонажи заработали уже порядком, и Дейл решил дать волю своему азарту, попытав счастье в местном лохотроне. В принципе, как лотерея. Входной билет Полтос, там может быть больше намного. Ну, в 10 раз как минимум, да? Есть там такие штучки маленькие, кругленькие. Руками их нужно достать оттуда, да? Есть одна сложность, да? Вот это вот с тряпочкой, да? Соответственно, если вы вот так вот, оп, и вот так с тряпкой его достали, то это не считают. То есть вы в руке его должны держать, и вы ограничены тем, что у вас есть 3 секунды на этом. Ага. Пришел ты снимай. Да, у меня беспо... А, ну да. Будет меньше цепляться. Начинаем наш аттракцион жадности. Подожди. Сундук бороды. Сундук бороды. Кто может сжать вас борода? Я на раз-два-три говорю старт. Раз-два-три вы стартуете, и потом раз-два-три у вас получается время на то, чтобы оттуда что надо достать. На три мы вытаскиваем. Если вы достаете два, то выбирайте какой-то один. Окей. Готовы? Да. Раз-два-три. Раз-два-три. Есть. Ничего не достал. Так, хорошо. Один что-то достал. Открывай, что ли. Не знаю. Так. И что это за... Не знаю. Давай посмотрим. Так. Переворачивай. Ура-ура-ура. Вы не выиграли 10 тысяч. Раз-два-три. 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 Эх, ты поздно. Раз-два-три. Я достаю, да, теперь? Да, да, да. Теперь мне... Бля, что такое? Сука, лохотрон. Три. Раз-два-три. Я позже, да? Да. Ну ладно. Ну ладно, я до... Ему по-любому повезло. Смотри. Так. Считаем. Считаем. Приходи завтра. Ах ты сука! Развачик, да? Попили чаю, поиграли на гитаре, потравили байки с другими сталкерами. После чего в назначенное время явились к ученым. Заходим здесь, в лабораторию, вот тут. Ага. То есть этот спуск сейчас под вашу базу, да? Мы вот тут выходили, помнишь? Да. Все, мы выходим сюда, идем сюда. Здесь закрыты ворота. Угу. Двое-двое ворота. Эти ворота нам удалось сломать, пройти туда можно. Вот здесь вот все в газе, чтобы не выпался никто из лаборатории. Угу. В случае чего. А где тварь? Монстр? Находим вход в вентиляцию, проходим. Здесь будет спуск небольшой. Там в принципе не высоко, темно, но слезть можно. Тварь будет вот здесь ходить. А где убить? А убить ее никак. Отлично. Ну вот. Нормально, нормально. Нормально, да? Дышать можно. Да. Да. Да, все. Пошли. Пошли. Ты ведешь? Да, пойдемте. Давай. Там вода, да? Да. Здесь, да. Так что, снимайте эти вода. Не снимаем. Угу. Нужно найти вход в вентиляцию. Ну монстр сюда не может пойти. А? Монстр сюда не может прийти. Нет, монстр не может пройти. Я нашел. О! Чип! Проходите. Проходите. Бля. Что? Ты с нами не пойдешь? Я пойду, я за вами буду. О! О! Хорошо у боевых покормили. О! 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 Ничего нам в ту сторону. Наверное влево туда. Да. Нам сюда. Проходи. Я понял где мы. Не надо. Не слежай. Постарей внимательно. Смотри. 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 А? Я бы мощнее фонарь. Смотри. Вот здесь сюда. Аккуратнее. Угу. Чип полез искать вход в лабораторию. А Дейл с Аспирантом остались наверху отвлекать мутанта, который активно реагировал на свет и шум. Давайте оставаться наверху и буду его приманивать. Слезай теперь. Так. Какой-то интересный. Не. А он у себя агрит. А все чисто это. Безопасно. Лучше потушите, смотри, а то он будет еще злее. Охуенно. 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 Слушай. А если он случайно нам придет на человека? Чип. Он, короче, реально, как углубишь свет, он теряет полный интерес. Проходи дальше, ищу вход. Я, по-моему, для тебя дойду. Дейлу было легко говорить, а вот Чипу не позавидуешь. На полу куча мусора, который издавал шум при каждом шаге. Кроме того, двигаясь в темноте, Чип рисковал переломать себе ноги. Дейлу следовало светить постоянно, чтобы, во-первых, внимание мутанта было постоянно сконцентрировано на нем, а, во-вторых, этого освещения хватило бы Чипу, чтобы найти дорогу. Но, видимо, Дейл сам боялся и включал фонарь периодически, что очень затрудняло продвижение Чипа. Чипу все же удалось найти лестницу в темноте, и по характерному синеватому свечению он смог отыскать кабинет, в котором проводили исследование над Панацеей. Шум . Шум . ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА